сегодня я представляю вашему вниманию датсун в интересной комплектации практически минималка появилась такая возможность отснять эту красоту пожалуйста этот автомобиль 15 года стоимость 335 тысяч рублей 16 на механике даже механические стекла и зеркала зато ничего не сломается нет проводки не переживаешь в общем на передней части у нас бронепленка стоит где капот это очень предусмотрительно если прям сильно бережете автомобиль можно закатать и фары и передний пампер и немножко зеркала крышу 10 сантиметров обглеить где-то сантиметров 10-15 крылья взять и соответственно ручки с зеркалами будет рам очень красиво и так многие когда это автомобиль появился начинали прям очень сильно кричать о том что на ребят это же просто на дурилово та же самая гранта просто но сейчас датсун бэйджиком потому что так скажем опустить этот японский бренд никому не удавалось потому что нет позор ребята просто позор какой-то японские авто это просто маркетинговая на дурилово кто-то был прав кто-то нет кому-то этот автомобиль зашел потому что есть соответственно ты счет гранты я отношусь к категории людей которые расскажем немножко ведут себя более мягко отношение и мне автомобиль зашел я как-то брал его на прокат практически вендики где-то катался у меня был на автомате хорошая комплектация и мне лично он зашел прям сильно если момент что по технике то да все проверено все от гранты подходит не переживаешь если что кузов к сожалению не такой стойки коррозии оказался те люди которые купили три-четыре а то и пять лет назад пожинают плоды так вышло так выходит что даже на родном кузове особенно это в белом цвете заметно дико заметно при том начинает особенно крышка багажника на хэтчах да и собственно говоря вообще весь кузов не только крышка багажника но почему-то крышка багажника такое слабое место прямо через краску начинает вот такая рыжая болезнь проявляться вот такие точки начинают идти вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь и никуда кстати не денешься просто с трепетом душе смотришь на это дело был и думаешь ну как так моя машина гниет ржавеет прям изнутри с подкраски сидит это вскучивание краски пресса девушек еще ну вот как-то так по кузову такая ситуация нелицеприятная для большинства автолюбителей складывается что касается подвески крепко надежно как мячик можно шарашить где угодно при том это все азартно это все добавляет некой так скажем доли оптимизма для автолюбителей по карабасу джатка будет по механике тоже надежно по мотору понятное дело чугунный блок ничего с ним не произойдет ремонтные размеры есть рейка тоже все нормально по электронике минимум вам досаждает с годами так что как рабочие лошадки просто идеальный вариант лучше наверное не придумать клиренса более чем достаточно галоген рефлектор стоит ставая гамма тоже это автомобиля достаточно насыщенный было на момент выпуска сейчас все производство свернули ну что ж я вам все что это достаточно ухоженный автомобиль столь прекрасный авто вы сможете приобрести в салоне автоград вся подробная информация в ссылке в описании к видео в цветный тканевый салон достаточно интересное сочетание здесь и изначально полиуретановое рулевое колесо почему-то затянули в дорогую кожу дизинги наверное здесь пожалуйста у вас глянец достаточно если будет у вас кстати chrome ставят на более топовых комплектациях и вот здесь серебря кто она очень быстро затирается это факт просто такой факт здесь нет кондея просто печка стоит также мультимедийки здесь нет не простая рабочая лошадка степенчатая механика такой ручник ничего сверх естественно в этом автомобиле поменят и нет запускаем силовой агрегат вот такой пипи 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 происходит пробег 133 тысячи так abs как надо загорается черный пластик немного наводит тоску но в целом неплохо следовать всем аварийку все что здесь есть такой педальный узел чисто аккуратно и не вызывает регулирование главных муха задняя туманка дальняя регулировка в продольном направлении кстати уже то момент когда снимались производства появились датсуны которых была регулировка по высоте в максималке и версии кросс но это редкая тема на вас на внешнем номере реализовывалось там несколько официальных дилеров продавали эти автомобили редкая редкая штучка но имейте ввиду что есть и как бы версии кросс дефлекторы установлены сзади нас фаркоп багажник здесь самое классное это багажник багажник просто нереально большой открывается он у нас кнопки открытия должны быть здесь находится розетка сейчас разберемся с вами зеркала огромные обзорно шикарная зона остекления за счет того что здесь так все вниз уходит это прям прекрасно вы видите все идеально где-то сколы конечно присутствует потому что эксплуатация только что не говорил здесь вот здесь вот лобовое более или менее еще хорошим состоянием нужно наверное как-то с дипломатическим настроем подходить к покупке этого автомобиля потому что иначе будете придираться ничего не получится вот почему-то они пожелтели у нас загорели пожалуйста скучивание трассы где-то происходит это тоже ситуация вполне нормально для гаца упаки стоят здесь 5 страда асимметрика стоит интересный стоит на шесть пятом профиле 14 стоят дневные ходовая клетку мамы вот такая комплектация не особо попова хром конечно блек и с годами это все просто как-то уходит явно темную сторону темная сторона луны вот она пряночка у нас клеена надеюсь что не китайская 186 мотор 1687 к был где-то пишет вот у него маркировка моделька с ней номер у него нужно за сдухом снять вот там номер зеркальцем смотрит то ли обойдет этому восьмиклопу выработает прекрасно без подтеков не важно поскольку не проедет может и больше не будет проблем я в этом уверен все равно все запчасти доступны хоть в пикс прайсе хоть в пятерке ты покупаешь без проблем это очень здорово сзади места в принципе достаточно если сильно не придираться это автомобиль просто идеален просто идеально стоимость ликвидность и остальные моменты ротачок вот такой здесь небольшой тоже полочка аккуратная здесь подсветка салон не потертый не затертый не красиво очень важно технические регулировки второй ряд сидений подголовников нет подлокотника тоже достаточно мягкий легко почистить и софикс крепление есть такой интерьер все просто все очень просто некоторые комплектации вот про меня удивляют и поражают одновременно ну как так ребята добавьте хотя бы что-то этот момент хотел бы сказать но нет вот как есть так и есть не больше не меньше не шило не мыло забавка 92 спокойно он переваривает кто-то на газ ставит смотрите в этой комплектации получается багажник открывается с ключа вот сейчас продемонстрирую нижнюю часть это вот здесь кстати вот вот светлости немножко поблик задний фонарь такой свежий красивый как он был когда автомобиль сошел с завода прям на газе более чем более чем закрытие дверей может быть на процентов 10 лучше чем и лады гранта цифрами это описывать здесь знаете она блестит это ручка даже непонятно точнее что космическое добавить на этом обзор датсуна завершён я надеюсь он для вас познавательным интересом действительно автомобиль который будет ездить и проблем не знать я надеюсь он для вас был полезным информативным вы что-то для себя подчеркнули возможно я подвинул вас тоже кубки этого автомобиля проверяйте изначально смотреть чтобы кузов был живой по технике в принципе можно смело брать и опять долго и счастливо всем удачи берегите себя всем хорошего настроения огромного вам везения друзья